всем привет с вами артем и сегодня мы снова поиграем в nordic asher survivor of ragnarok в общем то когда-то у нас давно было прохождение по данной игрушечке но там у нас было что во первых у нас было во первых не было ежедневных испытаний но так как я играю не онлайн но вы понимаете у меня нет их достижение у меня тоже все абсолютно скинулись но я уверен что их тут на добавляли огромную гору колоссарий тоже абсолютно пустой ничего нету но нам добавили новых персонажей какой-то благ у нас есть аксельдор у нас была получается тайра это лучница это у нас хамф хав грим это маг бабулька хельга такая они бабулька у нее вроде через зачарование какие-то книги и всякую хрень вот этот вот через золото талькор он не вообще не понравился и вот новые герои амарант потом ханси и аль руна из понятия что это за герой но сегодня мы посмотрим за аксельдор во первых тут добавим раньше было всего ну как вы помните два скина вот это вот этот надо было покорить любое царство семь раз добавили вот этот скин вот этот скин шикарный то есть много чего тут есть выбор естественно за что играть надо вроде все прокачать мы возьмем топоры то что не порадовали и добавили кучу новых локаций то есть нас есть вот этот лес это разрушенный биом здесь была земля это за золото какое-то мир духов какой-то нефхейм это вообще ледяной мир мир ада и асгард короче у нас ждет много интересного с вами мы начинаем на легкой сложности для того чтобы вообще вспомнить что куда и как а надо ящики разбивать монетки собирать мышки какие-то ну мышки да я помню на тап у нас идет прокачка надо проскачивать все это у нас ульта разные плюшки разные типы оружий урон и область плюсом у нас идет надо собирать души мы да я знаю спасибо спасибо большое я уже играл вот проблема в том что да ооо надо же еще вот эти вот активировать я забыл про карту совсем я совсем забыл про карт у нас 5 мане у нас 11 монет то забыл дополнительный контейнер с красным сердцем а давай я забрал булку спасибо о элитный враг вышел а у меня код снули ничего страшного красным сердцем можем выхилиться так у нас три уровня давай качать перевернул и пока делать не будем так снаряды это хорошо больше топоров вообще супер а когда мы его прокачаем на full у нас будет огромное количество топоров вообще будет эпик пока что у нас плюс 6 уровней так еще плюс топоры надо 3 уровня еще набрать так одно мы забрали элитник вышел пойдем к испытаниям как я помню они тут есть ой слушайте элитники уезжают очень быстро очень быстро но у нас это паров количество нормальное тут наверное надо будет стоять на месте да и выбивать себе всякое из всех да надо 100 противников завалить старый пожарный посох без понятия что это и вообще огненные шары бросает туда также еще оружие надо прокачивать помимо того что у нас есть кстати нас есть три уровня давай прокачаем больше снарядов и там урон сейчас будет прокачается это хорошо блин игрушка реально топовая и я в нее когда играл я прям был губ а подождите мне кажется или давайте мы снизим немного потому что то мне кажется что если будет тихо ничего страшно просто орет он мне кажется очень громко так еще уровень там надо еще три не берем урон я наверное к югу о больше снарядов урон как бы мы можем артефактами набрать это я помню а вот количество нам прямо в идеале так что за посох мы получили перезарядка понятно ну мы 5 уровня купим нам не до этого так идем вот сюда у камня вроде на халяву можно получить огненный шар кстати посохов раньше вроде не было так магнитик бы найти о элитный враг вышел 15 секунд отстоять в области вообще изи меч получим световой что цветовой ведь это прикольно так главное уворачиваться от атак крысюка вроде раньше травил очень хорошо яд исчезал очень долго сейчас кстати нет так мы получили меч меч у нас просто а вокруг нас летают подожди а количество снаряда а 4 меча будет летать я помню что на финальной прокачки он вроде как ну оружие там вообще тащила шикарно какая-то золотая шахта есть не знаю что это так это что давай забираем электрическое что-то электрическое так если проализовать врага ударить молнии прикольно блин тут же еще и она билды тут собирать по сути никакие не надо потому что ну все что тебе выпадет то ты подбираешь причем у нас три карты плюс босс и нас выпадать все будет очень большом количестве но у нас нет прокачек на удачу на все вот такое у меня ударили а нет это я ударил на 27 как вы видите о листик листик 1 выпал вообще суд подожди я растение сбил что я думаю они не сбиваем и поэтому я и не парился по их поводу так сейчас элитный должен вылезти да если была бы хорошая прокачка монетки выпали кстати а 6 монет подожди в смысле и по сделали что можно деньги просто так собирать они типа копятся со временем есть смысл тусоваться тогда здесь но я все выполнил правильно ну все ящики собрал все вообще собрал на карте мне нет смысла вообще куда-то идти перейс смысл только тусоваться на карте о монетке так ну-ка растение давай я для чего тут стою то есть растение с растений теперь падает вот это раньше не было растений но для меня много чего новые просто давным-давно не играл так давай прокачиваем топоры до фула все и начинается веселье подожди там вроде а там не топор там прокачка была не за счет этого там была прокачка за счет кое-чего другого там была прокачка за счет навыков я вспомнил прокачка за счет того что когда вы валите финального босса вам дают кристалл благодаря которому вы можете прокачать оружие и тем самым вы как раз таки очень много можете нафармить а деньги нам нужны в магазине потому что под конец мы в магазине будем покупать предметы так а мы прокачались давай идем сюда что мы можем взять посох блин огненный посыл давай попробуем через него а стоп а сколько там надо дальше о количество снарядов 4 будет пока нам нужно уровней 3 хорошо планы монетки собирать это мне кажется самое главное так элитник потом босса уйдет у нас уже кстати 27 уровень я не знаю сколько я там наберу листьев нам надо листья менять на что-то там или что-то там менять на листья а семена менять на листья пока вроде все идет хорошо пока элитник вышел сейчас босс еще выйдет поэтому давайте литника сразу забираем вот сразу забрали литникова молодцы да сейчас босс вылезет у хилку взяли тоже хорошо а вот и главный король падальщиков ну ничего страшного пусть выходит у нас хотя основного скилла даже нету а подожди у меня у ворот есть на пробел я счет затупил молясь я что-то молясь затупил так у меня есть это давай прокачаем количество снарядов еще количество снарядов вообще супер я не переживаю могу просто на стоять ну смысле огненный посох мне нравится я правда не знаю как он будет себя вести в будущем я пока опыт пособираю я знаю что мы завалим босса ну как знаю мы уже вы завалили так мы победили открыли героя это я знаю что это спасибо мы забираем вот эту сферу так нам дают дают одно сердце души не хочу или это на полный контейнер хочу дают дополнительный спринт берем берем вот это и вот это так и у нас есть возможность что-то прокачать вас есть возможность во первых прокачать вот это а подожди тут не надо топ давай я хочу прикола ради посмотреть когда огонь касается врагу а он имеет шанс 50 вызвать взрыв на 66 8 урона а тут что а тут пока заблокирован так мы и точнее сбокеры топоры каждый и секунды бросают 056 молний который носит 9-12 урона я играл за топоры я хочу вот это взять потому что у меня топоры были а этого не так давай перезарядку возьмем и вроде все а кстати если мы будем всякое покупать давай вот это купим он нам должен что-то дать помню чем-то вам должен дать так второй уровень пошел да 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 слишком много вещей на экране измените а ну это да это я знаю а шахта остается то есть мы в шахту можем прийти в будущем 350 за летать на полный контейнер с красным сердцем и 1 синее сердце так у нас а подожди а мы посохи прокачали да мы посохи прокачали у меня два рывка так то блин но топоры можно следом качнуть я вроде помню что можно было взять сразу два навыка на оружие то есть если у оружия вот у такого есть первый навык прогнул вот первая прокачка можно было дважды его прокачать но не помню почему я этого не делал вроде там какой-то минус был есть шанс взрывов что в принципе хорошо соседних врагов дамажить так надо камень забрать сходить не забыть и вообще монетки фармить у монетки у нас есть где фармить блин игрушка топ реально я вот я пожалел что перестал не играть но потому что там уже стал не интересно просто уровень сложности и все и больше ничего вот больше боссов больше элитников и дальше становится скучновато молясь играть я конечно же перестал подожди боссы вышли а вот два босса вышло сейчас это не страшно они вышли как вышли так и ушли ребята идите отсюда у кстати два уровня это что такое умовой доспех давай а я не помню что за громовой доспех подожди а что за громовой доспех так магический ближний бой электрический здесь свою броню молнии который направлен на окружающих вас врагов а отскоки 5 снарядов но без отскоков вроде молния очень хороша я просто забыл что у нас доп навыки идут подожди у нас еще вот здесь идет какой-то доп навык а огненный след здесь у нас отталкивать врагов если увеличить а данность там на 7 секунд а за лося что-то другое там было и вот элитный навык нам надо взять обязательно но у нас сейчас я думаю что все будет хорошо хотя у нас на опыт есть что-нибудь и у нас на опыт вообще ничего нет может быть мы кстати найдем на опыт и так без всего этого косу а он их поджигает еще так клево как блин игра огонь я честно скажу я прям очень жалел что перестал не играть туда из-за уровней сложности как я уже сказал то что и блин постоянно просто повышать уровень сложности больше ничего не было интересно радиус подбора бы так мы открыли хельгу хорошо так добавлять а мы за контейнеры сердца точно я забываю совсем ну слушайте у меня желание именно пройти и посмотреть новых героев правильно то есть мы сейчас за одного героя уже двух открыли меня как бы нет такого мега желания посмотреть на всех героев на старых мы старых и так видеть а вот новых новых я хотел бы посмотреть да и вам показать да и себе посмотреть пять уровней ты предлагаешь золотой кинжал я столько не хочу отдавать мы идем дальше в броню да идем на 5 уровней за кинжал не посему 5 уровне это в самом начале я бы отдал еще пять уровней за доп оружие а сейчас пять уровней за доп оружие я не хочу единственное что не выпал до сих пор магнит то печально как минимум потому что после убийства босса тебе все души не примагничиваются как в некоторых играх и в чем мы играли у нас а этот тоже забыл как называется так ладно 7 монет мы забрали уже хорошо так сейчас просто ждем здесь элитников все я думаю что-то блин мол доспех вроде был хорош в этом плане там область берем но пока что-то как-то я не вижу как молния такую и прям в ближнем ближнем уроне да что-то прям очень ближним бои атакуют на но вот то что добавили халявное золото с другой стороны раньше тебе приходилось искать его а прокачки брать чтобы выбивать его из врагов и сейчас я вот смотрю я же лицом тараню всех по пришли два волчара и жопу вам ребят наверно хотя вот эти круги не по круги хиллеры и линг точно в этом радиусе они все хилят у рыцари пришли молодцы и молодцы рыцари убираем еще одном очень мало монеток нас четыре уровня так-то давай я на q изменю дважды и вообще не то я хотел больше снарядов взять 5 мол нет конечно интересно но я хотел больше даже что я взял урон я беру да урон пригодится много снарядов все равно не будет правильно ведь ну типа нет много снарядов все равно не будет так сейчас элитники вылезут опять двое а что-то пары дальше качать нельзя я покачал их вылезли идут судя по всему это две крысы да много топоров много огненных шаров все сейчас крысы отъедут по сундук выпал первый раз сундук упадает а подожди а что за а у меня время идет длительность перезарядка урон давай урон возьмем на босса как раз шатать а кстати меня два уровня есть уж она я возьму вот это давайте перезарядку возьмем на молнию а подожди там два уровня до до 2 я потихоньку начинают зажимать м самую малость их тих 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 успокойся успокойся не нервничай твоем возрасте вредно нервничать главное успеть монетки взять а у них же вроде еще вторая стадия была меняет память да вот у нее типа метеориты падают у меня конечно куча артефактов но толку от артефактов когда оп когда толку нет так монетка не выпала раньше вроде на карте отмечалось все эти места где ну это можно прокачать было места где падают материалы ну всякие тихо вещь этот золото собираю не мешаешь твой босс такое чувство что мы для первой локации очень сильно прокачались а прикол в том что даже при вызове метеоритов его все равно маг идет он еще и горит ой у меня пока цель первый раз я столько врагов лицом встретил мне только сейчас пока цели не 3 уровня кстати о один отскок вот это хорошая тема отскок это очень хорошей так мечи по 20 урон наносит а но я думаю чего так легко проходим а я я застрял а все босс готов мы открыли еще и тебя ем и мы сколько героев то открываем настолько второй уровень и мужа двоих от так вы а вы можем тебя качнуть нет можно топоры качать у меня прикалывает что мы можем его качнуть в 3 в 3 большем количестве лучей то есть если мы парализуем и убьем они взорвутся или парализованного подожди еще раз а парализованные этой ликвии враги взорваются при смерти в три раза понятно так у нас пять уровней а уже не хватает можем взять вот это скорость атаки быстрее атаковать два процента такое мечи что что мечи дает мечи летают туда-сюда я знаю что нам надо мы берем топорик так смотрим зелька восстановление это не на 25 золота садись золото творите прикол 25 зол здесь получить два или больше рам вектора оружие за один забег даже ты же меня любишь ты мне должен был что дать и я лук возьму себя качать я его не обязан но это сразу доп оружие которое будет выпускать стрел хотя подожди могу тебя прокачать подожди одеть не одеть прицеливание вручную есть так ну чё третий босс финальный у нас добавилось это вот место на стрелы у нас еще отчета с чем-то нас топоры теперь электричеством еще лупят поэтому 50 секунд продержаться за песочные часы а так он предоставляет 50 перезарядка если вы получаете урон он сломается у это хреновый навык типа очень хреновый так ты хилишь в этой области я знаю спасибо мне толку от того что ты хилишь противника в этой области вообще никакого нет ну потому что это полезно так вернемся немножко или надо подождать постоять а потом уже идти собирать все главное в яд не вляпаться раньше приходилось ждать пока яд пропадет пока круг пропадет и все такое очень много элитных врагов кстати у нас что-то идет в последнее время если получим урон он пропадет плохо потому что шансов получить урон очень много вот например сейчас я его получил я как бы ну толком то ничего не сделал теперь надо выживать а для выживания нам надо что-то прокачать а что нам прокачать можем прокачать вот это больше электрического урона получить так и взять на а у нас нет ура что потратили так там есть хилка которая нам не нужна и монетка которая нам по сути нужна что монетки это важно вот уже начинается легкая такая-то окружение нас идет легкая о гипбос вышел я даже не заметил так помню что если нас хоть раз коцнут нас песочные часы сломаются подожди но так вы даете что вы даете и процент перезарядки я так понимаю это навыков да именно те от процентов зарядки для лет спасибо оптики всех не надо меня бить спасибо мечи прокачать надо чтобы просто идти и кромсать всех в идеале бы а там дерево на дереве над ломать нам семечки нужно 3-4 семечки мы набрали чтобы вы понимали а я как с прокачкой столько набирал он с прокачкой вру я с прокачки под 90 набирал по все песочные сломались до или а 100 подожди мгг так у меня так-то три уровня ну нам надо это прокачать и вот на это 5 уровней взять это лютый скилл босса нашего героя который будет очень хорошо дамажить даже на начальных этапах и очень хорошо помогать нам с тем если нас прям зажмут у нас бессмертным делает на время скорость атаки а притягивание предметов 20 процентов радиус давай предметы хочу тянуть предметы отовсюду о синий пошли от хорошо там дальше фиолетовые вроде должны пойти из всех урон плюс 3 урон плюс 5 вероятность эффекта 2 урон плюс 5 на лук возьмем ас уже зажимают а мы толком то еще и ничего не сделали так у нас только три уровня надо еще два кастельку не надо спать у меня пока цель ну ничего страшного вас придет мы зельку возьмем нам предложили эффекты уже уменьшить количество а мы еще даже толком то ничего такого ну не сделали грандиозного так одна монетка можно пока не париться если что как вы видите там урона уже не хватает это первая сложность карл как так то так 5 уровней берем навык так навык у нас дожди стоп еще раз прости атаки r вот сейчас я его заязаю чтоб пробиться по и куда давай вот чтобы вы понимали насколько это топовый навык но мы идем к финальному подожди а лорд рагнер а тебе чё нам даже не дают этот подожди паришь потом нас два уровня мы можем что взять а скорость атаки плася мы не возьмем там три уровня на раз перемещения урон от ожогов у нас нет ожогов ожоги это вот это можем скорость атаки взять еще плюс 2 процента все покричал а теперь и делища и получаем как у него кстати несколько стадий у надо быть аккуратнее с этим вот с этим вообще аккуратно вроде убьем но да а у нас же опыт не идет до за счет жопа сейчас не собирается у нас какой много поэтому мы проживем сто процентов близко его держать надо потому что он эти нас мечи его бьют блин я забываю что стоять надо при этой атаке хотя с другой стороны здесь по 0 5 всего да надо стоять при этой атаке я пробую еще помню я выходить пытался из этой стуки а сейчас он начнет сейчас пол хп уйдет уже начинает потихоньку не но пока что нет еще это все фигня еще так давай а подожди может 2 стадия начнется на этом на моменте когда на каком моменте когда мы другую другого этого завалим ой другого завалим другого получим видимо да это на другой сложности он будет более сильный или можно других локаций нет там на разных локациях разные боссы значит это именно на другой локации на на другом уровне сложности нас ждет что я помню что у него была вторая стадия он начинал кидаться во все стороны прям ну слушай я тебя валю спокойно при первом вообще прохождение это 66 67 уровень карл спасибо за листик спасибо за 6 спасибо за 5 за открытую область за топоры за сыграй в свою первую игру и заработайте 5 листьев и еще одну локацию открыл а к секунду могу лук прокачать я не знаю на хрена но я его прокачаю и прокачать больше не мы прошли игру поэтому все ну смысле уровень мы общий урон нанесли 238 тысяч урона от ожогов 23 700 откуда урон от яд у нас вообще не было мы на открывали кучу предметов предметов набрали 12 листьев разблокировано 8226 него уровень меня вопрос а обмин и ликви подожди учите семена 10000 обменник реликвии без понятий что это не интересует другое на хрена козе баян ах вот для чего козе баян я теперь понял конце рывка под вами производится взрыв нанося урон а я могу прокачать и то и то или что улучшение красного сердца опор можно или мол мне топор и нравится чтобы понимали каждый раз когда вы атакуете есть шанс нанести дополнительную атаку пары мол вблизи меч тоже вроде вблизи или он летает вокруг него а вот топоры они самые топовые давай возьмем вот это а я могу прокачать я просто все я понял я могу все прокачать и это что это на способность топовую каждый а каждая пустая красная полови сердце увеличит ваш урон на 5 то есть это интересная тема но нет так а это что когда у вас остается только красное сердце а когда у вас остается только красное сердце время ваш неуязвимости увеличить на одну секунду не написано красное одно сердце или только красные сердца ну ладно это то есть это прокачка вот мы прошли на первую сложность то есть мы берем его мы идем сюда сюда и идем на вторую сложность а на второй сложности у босса будет доп стадия так смотрим а вспоминаем чё нам вообще надо это что такое так увеличивает вероятность выпадения предметов из ящиков и врагов на 25 процентов чтобы понимать и точнее не так 10 15 25 суммарно на 50 процентов для этого надо просто 15 листьев кинуть у нас пока 12 а а можем золотом начинать можем начинать игру с уровнями я начинал игру с уровнями я точно помню и шел я в атаку ну я думаю что а подожди мы же можем у меня вопрос стоит ли нам 50 листьев обменивать или накопить 10 тысяч мне кажется нет смысла их держать потому что лучше обменяем потому что ну типа 10 а подожди их надо просто получить ух ты а я думал а просто набирать листьев а я уж испугался а тут разные эти но нам ничего пока не надо так я помню что если взять вот это акса подожди вот так нас плюс получается начни игру семью очками уровня то есть 10 левлов с самого начала эти поможет затащить любой забег чтобы вы понимали так это получите синее сердце когда попадаете в царство гноки это я не помню это вроде торгаш так икспа плюс 10 опыта ну какому из персонажей не нужно 10 опыта притягивания опыта а это как раз плюс 150 175 195 210 процентов к притягиванию опыта я разблокирую естественно тебя так сюда пока заблокирована монетки каждый раз когда вы зарабатываете золото из любого источника у вас есть шанс получить одну дополнительное золото 30 это у нас 50 это 100 процентный шанс будет на пятом уровне прокачки то есть я с каждой монеткой с каждой монеткой будут зарабатывать монетку как это вообще имба мне кажется если мы просто у кузни будем стоять по 5 монет получать мне закану то есть одна монетка набралась мы получили вместо одной сразу две набралась 2 набралась 2 все это что такое увеличивает количество золота которое может накопить рудник еще плюс 10 блин то слишком много интересного это что такое снаряды можно увеличить а ну плюс 1 это отскок плюс 1 на такое тип очень урон носимый боссом тоже что-то 10 20 30 50 процентов плюсом увеличение количества перебросов сундука ну это вообще мне не скоро а это что вероятность эффекта тоже такое интересное скорость снарядов тоже интересно у меня два листика осталось можем начинать с 5 золотыми монетами и шанс на выпадение дополнительные монетки либо же а модернизирую организированной версии миникарты на которой отображаются семена сундуки и артефакты о что нам надо но я думаю что мы на это накопим просто ачивками без проблем ну что ж давайте на этом пока что закончим хотел бы я сказать но нет мы затащим мы сходим вот сюда за на ну смотрите можем сходить за хелингу а мы за хелингу исходим а подожди из-за хелингу или готы мне у тебя не понравилось у нее пять навыков и они там 50 на 50 бесполезные тебя только посох вот кто-то из них был самый хороший то ли лучница а перезарядка вероятность эффекта наряды скорость передвижения давай лучницу возьмем и пойдем вот сюда на первой сложности чтобы чисто работать ресов прокачать ее до какого-то уровня спасибо я знаю как это работает так прелесть лучницы в том что снаряд это самонаводящиеся ипу а у нас восемь уровней кстати я забыл совсем на же восемь уровней сначала прям сразу сначала 8 так четыре снаряда перезарядка урон так и мы получим плюс еще снаряд все мужа прокачиваемся хорошо монетку получили туши а мы как раз за лосося получим сердце у нас всего два их ухтышь а я думаю в чем-то прикол у нее же есть какой-то так прокачим еще плюс пятый снаряд ну это не страшно начальных этапах мы спокойно набираем так я хочу тебя обновить вот до 7 снарядов вообще супер на бы 15 сделать я помню что я делал за лучницу 15 но там вроде за какие-то предметы можно было набирать о элитник вышел но это такой себе его корни правда геморройная но ничего страшного мы с ним разберемся и найти грибы ой тут что-то как-то это ребята вы что-то окружать начинать тихо восемь вообще супер дед иди отсюда пожалуйста не мешаешь даже если будет мало урона если их будет много это будет вообще имба все мы получили мясо перейдем деда крошить деда закрошили забрали у него очень много опыта я конечно бы на сундуки надеялся больше так давай еще вкачиваем блин слушай я не хочу 12 снарядов и до хрена урона конечно давайте сюда скорость стрельбы и все остальное мы можем за артефакты набрать если что почти да завали ты деда то молодец так 4 уровня нам надо 5 оооо это затрату хп это я не хочу это за ради чего вообще подожди а мы покоцаемся пол хп забираем а мы мановское хп потратили так отравлены враги при контакте с другими врагами имеет шансы отравить их да это бесполезная тема для нас прокачиваем лук до топового уровня и урона я забыл что у нас синее сердце так стоп там подобрать что-то можно возможно за деньги все начинают грибы начинают анигилироваться так давай посох возьмем что за посох оба кстати так бросает призрачный перепа который наносит урон и могут заморозить врагов интересно что будет при прокачке так элитник вышел а это вот этот здоровячок ему не повезло да он взрывается от него огонь остается надо ждать пока прогорит точно и там как бы не крути он все ради его огонь остается так или иначе но сундук дал уже хорошо лук прокачиваем спасибо а стоп подожди я наверно возьму снаряды посоху чтобы что не говорил снаряды эта тема так нам предлагают что-то за уровень вот ой спасибо а нас тут зелька есть да тут же сундуки короче появляются на месте этих вместе всего за три уровня булку давай а у нас нет трех уровней о пошли эти ребята лук он конечно ну как видите неплохо атакует но проблема в том что нас начинают зажимать только из-за того что у нас слабоватенько идет три уровня надо подобрать зона подбора я не помню что за артефакт был который давал плюс 50 о подожди это что такое плюс 50 давал подбору вот это был топовый артефакт так идем подбираем булку больше хп нам надо так или иначе да хельгу мы за 8 открыли подбирай плюс еще хпшка хорошо надеюсь сейчас денег там будет много сряжем и к деньгам идем да если что уровень циклированный то есть вам не получится куда то далеко прям убежать нет тут так не работает это кстати полный выхил вроде а у нас даже посмотреть нельзя выхил это или не выхил так ну вот эта штука мне не нравилась как и ножи кстати прикольные если их прям прокачать он прям хорошо их метает дай мне 7 монет о элитник вышел но смотрите элитника разносим на изи то есть сейчас с нашим уроном элитник уезжает на раз-два файники но проблему вот в чем с элитником да хоть он и уехал на раз-два он оставил после себя лужицу дереву кстати слабее урон идет почему-то так у нас плюс 5 уровней так то можем взять о кстати дальше мы берем птиц птицы это тоже имба чтобы вы понимали они летают когда их будет очень много они будут разделяться на 2 или на 3 там будет просто жесть посох замораживающий мне тоже нравится а надо помнить что ты сейчас да да что ты сейчас в огонь превратил а а у есть простите улин босс уже вышел мы еще с этими не справились у вас спасибо так мне надо вот это подобрать спасибо а так мы можем на 6 уровней так вот так уже хорошо бывает ой блин аккуратнее надо это у этого тоже как и у предыдущего босса эта фигня либо надо тут просто стоять и не париться они опускаются быстро слушайте ну что могу сказать птицы очень хорошо дамажит или правда на карте нету но можно кстати пройти да у него типа радиус прохода побольше спокойно можно пробежать благо опыт падает с против а подожди опыт с противников перестает падать это плохо а вот куда ты выстреливаешь хочу что он по одной траектории стреляет своими на так я монетку заберу спасибо всего пока босс упокойся ты начинаешь мутить воду мы завалили босса о подожди удивут открылся а это чел для обновлений магазин точно так приманка приманку я не хочу бесполезно так 50 урон если получить урона сломается неинтересно это огненные шары которые появляются из вас а это кстати лучше хилл возьмем берем вот эту штуку а а давай-ка знаешь у меня 19 монет да вот это кстати хаб попал контейнер с красным сердцем а добавляет контейнер с красным сердцем 14 монет у меня есть есть это вот так надо хилиться короче в этой игре так мы можем лук прокачать да град стрел 9 уровней соколы и еще больше сок через два уровня дружище давай пойдем дальше так а дальше у нас еще два места пока что врагов мало пока что ключевое слово пока что но мы сейчас можем хилиться уже хорошо то есть стрелы сами по себе под 15 монет запасов а у нас нет 15 монет пока что но мы уже набрали 23 семечки но дальше там придется да чтобы на одну поменять нужно будет что-то 50-60 семечек вообще очень много мне посох интересует прокачать как это вообще будет работать и вообще радиус подбора взять я не помню что там за радиус подбора у нас был какой артефакт отвечал за это но думаю что две локации за раз проходите и разные сложности за разных героев и так далее нам как раз будет идеально так выпала монетка что-ли а не семечка выпала ну семечка кстати тоже хорошо понял что у нас огненные шары есть тема хорошая поэтому пока что подолбим монетки десять монеток всего лишь блин элитник почти выехал давай взорвем немножечко тут всех блин тема с огненными шарами имбища так урон плюс пять конечно насколько имбища вы видите сами когда вас зажимают вы ее юзаете и все и все враги аннигилируются так пятый уровень берем сокола идем а у нас нет левела идем вот сюда прокачку так что у нас по монетке у нас 11 монеток надо 15 огненный посов в принципе прикольный я думаю что мы монетки можем набрать конечно и путем этого уничтожения так еще хилки давайте пока вниз сходим у нас пол волны еще там надо наверное в кучке постоять о карточка подожди а карточка на огонь я не помню что она дает то ли она всех поджигает в радиусе то ли еще что-то хорошее так у нас пока только 12 монет надо 15 дайте пару сундуков то хоть так ну хоть блин монетки падают вообще не в том месте где надо спасибо я туда за монеткой не пойду блин ой монетка упала сверху это хорошо вроде дождь и стрелы прикольная тема но я кстати не знаю дадут ли нам автоматически за этот так походу мы накопили 15 монет мешки кстати с монетками не падают блин сундук бы с монетками получить было бы вообще хорошо ой больно спасибо спасибо большое дайте сюда вот теперь ребятки еще и огненные стрелы в вас лететь будут подожди это чё за посов тот же посов а у него снарядов 5 правильно да тут есть допки снаряд плюс 1 в принципе интересно снаряды 4 атакует так атаки получается шанс бросить обычно стрелу катарность 50 урона оружия пром 25 перезарядка 250 если вы не двигаете и ваши атаки имеют шанс не ну то есть разные приколюхи идут о кольцо давай вот это сделаем подожгем кольцо вроде подожди а за что кольцо отвечает а вот я не помню за что кольцо может за монетки нет не за монетки думаю гуру монет просто так получили так чё там у нас есть у нас не кольцо а чё то другое о 35 секунд отстоять и мы получим снаряд плюс 1 серьезно подожди а снаряд плюс 1 считается ведь не за лук он считается в принципе так боссы вышли но судя по тому как они долго идут это два дерева там это два дерева ну с этими то мы разберемся быстро главное смотреть внимательно куда они это накидывают так минус дерево хорошо 2 секунды 1 плюс еще подожди ты же даешь снаряды ко всему именно так у меня есть суда возможно подожди мы тебя прокачали уже я бы взял вот это вот снаряды потому что да достигните 5 снарядов а ну ладно пусть будет так ой тихо а чё за птицы а птицы это не наши маленькие желтенькие которые сверху летают спасибо большое так 5 уровней надо у него град у неё град стрел 8 монет кстати говоря давайте 8 монет это хорошо 9 монет даже уже теперь у нас так пока уровня не хватает подожди он же раньше вроде не мог стрелять на ходу он только мог на месте стоять и стрелять спасибо и босс вышел вы серьезно я пошел за хпшкой тогда но это потому что жесть начинается вроде первый уровень сложность да по 5 уровень угу пока погоди оу нифигаси ты молодец какой так как насчет вот этого а я же не неуязвимый в этот момент да я просто стрелами плююсь очень много а ему на шипы плевать да а подожди он шипами коцвеца что ли или чё дружище привет что случилось я выиграл и макаром спасибо а синий сердце 2 дает а все красные зелья на земле вот что он делает мне легче вот это взять давай давай-ка обновимся дружище что ты такое отравляет врагов не не надо уменьшает продолжительность спринта 5 уменьшает продолжительность спринта на 35 5 это поджечь всех давай еще раз давай потом все объясню так он предстоит нет это не то вот шанс просит 6 огненных шаров которые на 5 уроны им 5 мне нету чё на горящие снаряды правильно ведь я правильно понимаю так птицы рядом с основным воронам появляется еще два ворона которым давай ворону можем вот это взять перезарядку только вот урон я возьму надо так получается что уровня нас нет по предметам я отхилюсь тогда ну давай возьмем это бесполезную фигуку у нас остается 3 монетки и больше ничего и финальный босс как мы босса завалить то умудрились и вопрос хороший во птиц много появляется это хорошо много птиц это хорошо так мы приближаемся к 500 а чё ты нам дашь меч священной энергии который падает а все я вспомнил они там после прокачки вообще начинают жесть творить какую-то а когда он прокачается именно начинает жесть творить а пока нет пока все нормально все в рамках дозвольного он взял это так ой блин а это круги бегают просто по карте и урон наносят ой 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 я не успел я затупил подожди зелька выпало где-то вдалеке дай что нибудь хорошее тогда уж перезарядка 20 на лук да берем быстрее атакуем тем супер так мечи начинают падать да у нас 0 уровней нам бы чем-нибудь притянуть все это палка разбейте 100 деревянных ящиков хорошо палку какую-то открыли возможно оружие возможно палка даже если мы проиграем ну я предчувствую что мы проиграем как-то нас очень сильно зажимать начинают вроде походу такое чувство что лучницы здесь не место от слова совсем вот у нас есть уровень ну в чем один уровень и во что а вот в это длительность нет длительность мне не нужна а ты просто запускаешь в разные стороны я думал я неправильно набок понял область снаряды урон снаряды он у нас и так есть тихо вроде птички-то да летают но что-то как-то да так себя они летают паршивенько я показал кстати мы к шахте давно не ходили пойдем сходим о подожди-ка извиняюсь простите извините где-то зелька выпала о кстати зелька интересная выпала а подожди это обычная зелька а это зелька и монетка у меня так-то два сердца осталось бежим-бежим хоть золото за да вы че а че они такие жесткие стали так где-то зелька выпала четыре элитных босса мы еще даже все я проиграю сейчас мне наносит по 0,5 но я уверен что у меня никаких шансов нужно выжить в этой толпе все у меня одно хп осталось до смерти так ну че прокачаем что-нибудь давай прокачаем просто количество снарядов все я сдох не все забеги будут идеальные но четыре сердца за птиц за луки продолжить да больно набирается короче надо просто набирать тем временем у нас с вами 14 листьев 14 листьев что ты даешь а притягивание предметов блин вот то что он съехал за экран конечно так себе это че он а количество тире в ноль это так рывков перевели ну ладно очень вероятность выпадения предметов из ящиков и врагов на ноль процент подожди вероятность выпадения предметов каких предметов там же я че-то могу из ящика получить и врагов меня напрягает вопрос из ящиков то есть мы убиваем элитника оттуда появляется ящик или же фиолетовая сфера дающий несколько урок то есть мы можем из ящика что-то еще получить а это вот шанс выпадения увеличить что в принципе надо прокачать так это можем прокачать да и получим плюс 10 очков науков с самого начала уровня это что количество а в конце волны боссов опыт на земле будет автоматически собран количество аж на 50 процентов подожди то есть весь опыт на карте 50 процентов это опыта притянется вот этого не было а я че за 99 плюс теперь вы можете собрать до 250 золоты а там же ограничение по золоту какой то тоже есть опции сундука мне не интересно увеличение вероятности получения реликвий повышенной редкости в магазине гноки на 0 процентов то есть плюс 90 процентов мы будем реликвий получать но до этого качаться еще и качаться ну что ж давайте на этом закончим пока что с первой серии дальше у нас пойдет получается чего у нее нулевой уровень в идеале брать вот этого парня с топорами потому что пары очень хорошо тащит но мы можем посмотреть и на других но первый уровень в лесу даже за тебя почему-то оказался очень болючий хотя у нас открыт второй прелесть в том что мы можем если мы второй уровень здесь пройдем то на этой карте откроется третий уровень но мы на первом уже соснули поэтому без понятия как вообще то есть на всех картах дальше откроется чисто третий уровень что хорошо ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был артем всем пока